так ну похоже началось интересное вы видите да машина как бы буксует грунтовка вроде подымаемся тихонечку тихонечку подымаемся это объездная целинного асфальта нет здесь сплошная грунтовочка этот подъемчик я покорила сейчас лето почти лето что где-то здесь можно встрять только если утонуть в грязи всем вечер добрый я ничего не снимала я уже в отеле честно говоря это было сложно вчера у меня вся одежда вымокла ботинки сырые я уже в гостинице но гостиница как видите почетче чем до этого зачетника в общем да расскажу немножко о том что же приключилась после того момента где я застряла ну точнее не застряла буксовала в общем дальше я поехала и в итоге я дальше там утонула в грязи кстати можно попробовать взять запись регистратора если он не перезаписал и показать вам что там произошло но может быть он конечно и уже это перезаписал в общем я утонула там в грязи слава богу что мерседес от меня отстала я сразу максу сказал чтобы он ехал через деревню и ни в коем случае не по объездной это объездная целинного но хорошо что я не утонула совсем по самые уши я потихонечку сдала назад и выехала то есть дала назад нашла бровку с такой более-менее почвой твердой и потихонечку потихонечку выехала если бы там стряла было бы было бы проблема для всех ну хорошо что все хорошо закончилось приехали и так как я всю ночь не спала и в общем бухнулась спать ничего снимать не хотелось и сейчас вот ну конечно номер это кайф это кайф санузел я тут вот люблю я вот когда вот так вот все классно ну блин кто не любит все наверно любят да это санузел это я такая лохматая толчок 7 микрофон упал игру 7b тоже где-то 10 на соседнем номере в общем ужин и крепкий сон да и за окном у нас город новокузнецк большой город 600 тысяч жителей такой достаточно просторный мне понравился но вы посмотрите сегодня на календаре 23 апреля завтра пасха 24 апреля воскресенье и вы поглядите что происходит на улице а сегодня концерт между прочим красноярске мне уже сказали там метель была ночью вот сюда видимо все пришло прилетела туча обалдеть полиция все прибывает и прибивает ой 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 сколько их да походу новокузнецк лидирует а я вот сижу ролик делаю как раз специально для вас тут полиция за бортом в огромном количестве вот это да концерт закончился полиция уезжает меня как раз вывелся ролик и я могу спокойно мы в прокопьевске вот моя машина я не стала вам снимать дорогу в прокопьевск она была такая достаточно витиеватая с подъемами и спусками наверно в гололед тут водителям приходится не сладко вот у нас уже прицеп сцена стоит мы сейчас думаем как его поставить этот вот у нас грузчики подошли уже часть груза они выгрузили вот поливаечка приехала убирают площадь готовят сейчас думаем как поставить сцену но это конечно сейчас придет руководство кто занимается монтажники ребята монтажники еще не приехали их везут на автобусе из отеля и вот они приедут и уже будут дальше решать как ставить расположить сцену ну и соответственно заниматься монтажными работами здесь есть кстати своя сцена прокопьевск жемчужина кузбасса но все равно будем раскладывать сцену перевозную переносную как правильно у нас тут нарисовалась еще одна проблема когда ставились стали ставить упоры то асфальт начал постепенно уходить вниз я думаю что вам видно вот под разным уклон попытаюсь снять и с этой стороны и самое это неприятное что где проходила машина тут образовалась колея вот она то есть видно свежую трещину вот этот и скорее всего там под асфальтом какая-то пустота сейчас решается вопрос чтобы устанавливать все оборудование вот на этой сцене стационарной чтобы не рисковать потому что то очень опасно то есть вот сейчас я даже с этой стороны вам покажу здесь тоже самое ведь по квадрату деревянному все уходит вниз колея образовалась от колес также где ведущие колеса поэтому очень опасно что мы тут можем вообще провалиться в каждом городе какой-то трэш трэш происходит не знаю даже что вам сказать но вот сегодня подходил подписчик говорил что здесь очень много шахт под некоторые есть провала также как и в березняках селикамске поэтому просто ставьте все место нормально и просто вызвали местных коронщиков вместо кучи сказали ребят здесь 20 лет назад вывели котлован здесь и потом просто здесь не я рассказываю у меня была ситуация тоже ну скорее всего здесь пустота но потому что здесь вот прям я вижу вижу смотри вот ты где ехал иди сюда вот смотри колея видишь колея вот колесо и вот свежая трещина да вот смотри смотри вот она вот вещь прям свежая тут же поливайки проходили утром тут не должно быть таких трещин ну да это же свежий ну вот у тебя колесо тошло подушка 100 процентов издали на к так если там пустоты так она и там просто по всем этим ну да а кто тебе скажет что здесь есть так 50 метров так они же не будут копать вот есть этот коллектор значит там возможно вы есть промоина там про подмыло и все когда туда оборудование зайдет ну вот такие вот дела и сейчас решается вопрос с прийти администрации будет решаться вопрос о том чтобы все все-таки вешать вот на эту сцену ладно хоть успели подогнать тягач ничего не провалилась потому что если во первых еще на весной все оборудование весит довольно много и могут быть очень неприятные последствия с моей вроде все окей здесь твердая почва под ногами но я тут по крайней мере никаких движений не вижу но меня и нагрузка не такая по осям у меня тем более уже все выгрузили я конечно грешу что здесь фонтан и там вот коллекторы канализационные там уже какие-то промоины появились сейчас в срочном порядке собираемся и отгоняем машину потому что на глазах проваливается с какая там глубина никто не знает ждем администрацию когда при этой администрации принимать какое-то решение что делать дальше тоже ответственность за это но вы сами понимаете ответственность за это никто не возьмет если машина провалится и и только 50 тонн им краном вытаскивать это будет катастрофа свежая трещинка пошла да да он тоже трещина город прокопьевский ядрена бошь товарищи негодований предела нету уходим отсюда уходим спасибо товарищи всем спасибо все у вас свободны уходим от Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики! Сегодня на календаре 1 мая, День труда, Мир, Труд, Май. Всех вас поздравляю с этим праздником. У нас сегодня достаточно пасмурная погода, всего лишь плюс 10 градусов. Я нахожусь сейчас в городе Томске. Это последний город моих гастролей. Следующий город будет Москва. Туда я уже везу обратно все оборудование и после возвращаюсь домой в Нижний Новгород. Наверное, устрою себе небольшой отпуск, потому что то, что происходит, сейчас вообще не поддается никакому логическому объяснению. Меня настигла просто череда неудач в моей сфере блогинга. Начну, наверное, с самого начала. На данный момент я еще не знаю, какой хронометраж моих роликов будет. Может быть, какие-то ролики и не выйдут. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что проблемы начались, наверное, еще в Бийске. Когда мы приехали в Бийск, была очень холодная промозглая погода. Начался ураган. Весь ролик я вам пересказывать не буду. Я очень надеюсь, что он все-таки уже вышел к этому времени на канале. И вы все увидели своими глазами. Начался ураган, шквалистый ветер. У нас сорвало тент сцены. Все начало заливать. И была очень неприятная история. Я все это засняла на камеру. Так получилось, что в этот момент я была в нужное время, в нужном месте. И получилось подснять для вас классный контент. Скинула все это на внешний жесткий диск. И уже была счастлива и рада. Ну, конечно, радости-то особой не было от того, что вообще вот это произошло. Но в целом, что вот получился такой контент. Это же интересно посмотреть. И следующий город у нас был Новокузнецк. В Новокузнецке было несколько дней свободного времени. Мы отдыхали, занимались своими делами. У меня было время, чтобы монтировать ролики. Было много контента. И я даже помышляла о том, чтобы выпускать ролики два раза в неделю. Но потом все изменилось в Прокопьевске. Следующий город был Прокопьевск. И в Прокопьевске что-то непонятное творилось с асфальтом. Асфальт проваливался под машинами. То есть, когда встала в прицеп сцена, под ней начал проваливаться асфальт. Я тоже, как смогла, подсняла этот контент. И после этого произошло что-то непонятное. Отказала петличка. Узнала я об этом уже позже. Ну, сейчас немножко мы попозже до этого дойдем. У меня отказала петличка. Я продолжала писать видео, как ни в чем не бывало. Думаю, что у меня все работает. Все окей. В этот момент звук не писался. Но это еще не все. В момент разгрузки, когда нас начали разгружать, уже разгрузили и начали монтировать сцену, мы расцепились с водителем Максимом и решили съездить на мойку и поймыть тягачи. И когда мы поехали на мойку, у меня в этот момент как раз выводилось одно из видео. и на какой-то кочке, очевидно, у меня жесткий диск вылетел и либо упал, либо повредился. Я не знаю, внешне никак это нигде не отобразилось. В общем, он перестал определяться на компьютере. То есть, его компьютер видит, но он не открывается. Я пыталась различными программами посмотреть, что же с ним. Делала чек-диск, это не помогло. В итоге уже связалась с специалистами в Нижнем Новгороде. Мне огласили сумму ремонта 20 тысяч рублей. И то не факт, восстановятся ли там материалы. Дело в том, что там были абсолютно все видеоматериалы с этого тура по Сибири. И самое обидное, что там был тур из Бийска. А вот этот вот ураган, который я еще не успела смонтировать, он как раз был на жестком диске. Я, конечно, в расстроенных чувствах. Ну, что делать? Надо принять просто как должное и попробовать восстановить его, естественно. Решила пока не трогать этот жесткий диск и все писать дальше, продолжать на карточку памяти, которая находится в камере, благо она 120 гигабайт. И у меня даже мысли не возникло просто эту карточку вставить в ноутбук и проверить, как пишется звук. Я так надеялась на петличку, что все хорошо, что все в порядке. Я не думала, что с ней может что-то произойти. И в этот момент произошло самое коварное. Звук не писался вообще. То есть под каждым видео просто свист, треск и все. И ничего больше не слышно. И мы поехали в следующий город. Следующий город у нас был Кемерово. И там произошло, наверное, самое обидное, что вообще может произойти с блогером. Мне предложил поехать в гости Серега. Вы его знаете по роликам. Он играл на гитаре как-то, потом рассказывал о сельском хозяйстве. Он из дальнобойщика переквалифицировался в аграрника. То есть он занимается сельским хозяйством. Он предложил мне покататься на тракторе, тест-драйв техники его провести. Посмотреть, как они живут в деревне, в поселке. Вообще вот посмотреть этот быт, инфраструктуру. Ну, я с удовольствием согласилась. Благо у меня было свободное время. Я отправилась к нему в поселок, даже не зная, что у меня в этот момент не пишется звук. Мы целый день провели в тест-драйвах техники, катали там, перевозили мебель на тракторе, пахали бульдозером поля. И я не знала, что у меня ничего не пишется. И когда я приехала обратно и вставила карточку памяти в ноутбук и поняла, что произошло, это просто была катастрофа. Я всю ночь не могла уснуть. Меня все вот так вот трясло и колотило. Я вообще не могла найти семи места, потому что, ну, потратить столько времени и потом понять, что у тебя вот произошло вот такое вот. До сих пор мне это все неприятно, особенно неприятно перед Серегой, потому что он ждет этого ролика. Мы вместе съездили на сыроварню, брали у руководителя этого предприятия интервью. Она рассказывала про сыры, как у них развивается производство, у них открылся пивзавод, у них развивающийся поселок, много школ, детских садов, кружков. И вот все это у меня без звука. Вы знаете, что я решила? Ну, сперва у меня опустились руки. У меня реально опустились руки. И мне хотелось вообще все бросить, выбросить камеру, сломать ее и больше не снимать блоги. Просто вот закончить на этом. А потом я посидела, подумала и поняла. Но почему нет? Значит, это, наверное, мне кажется, что это толчок сделать контент лучше. Купить технику, усовершенствовать звук, приобрести больше гаджетов и отправиться к Сереге, раз так получилось. И вы знаете, это дало толчок мне не только усовершенствовать технику, но и предложить одну очень интересную идею вам. Если у вас есть что показать, я не знаю, может быть, вы работаете на каком-то предприятии или там заготавливаете лес. И может быть, вы там, я не знаю, что-то, в общем, делаете очень неординарное. И вы можете это показать, и вы хотите это показать, пишите мне на почту. Я четко задалась целью приехать в Нижний Новгород, обновить технику, на которую я снимаю. Ну, а если у вас будут какие-то предложения, то пишите на почту. И, возможно, я приеду именно к вам. Сейчас я нахожусь на берегу Томи. Не знаю, как будет слышно, без петлички. Петлички, к сожалению, у меня нет. И здесь мы уже не будем собирать сцену. Рецепт-сцену. Сейчас у нас на мойке, она будет выступать как реклама. Здесь своя стена, стационарная. И сейчас вот, с помощью автокрана, туда устанавливается оборудование. Идет монтаж. Здесь все будет, как я уже поняла, все будет лайтово. Не надо будет, ну, конечно, тоже в вечернее время мы начнем на берегу собираться. Но все равно поменьше забот, проблем. Находимся мы вот в таком вот живописном месте. А какие горы тут открывается. Вид на реку Томи. Ну, соответственно, Томск. Он стоит на реке Томи. Такая набережная. И здесь завтра будет проходить концерт. Начался заключительный концерт. Народа сегодня, ну, скажем прямо, не очень много. Потому что холодно. Ветер с реки Томи летит. И я вам сейчас вкратце покажу, сколько народу. Покажу сцену. В принципе, больше снимать не буду. Так как петличка у меня не работает. И поэтому вам просто будет не слышно. Вкратце и посмотрим, что там. Сейчас как раз будет выступать группа пилот. Вот, наверное, через считанные минуты. Кстати, да, я уже говорила, что сцены не раскладывали. Все будет на местной сцене. Вот с этой стороны я буду проводить рукой. И каждый должен сделать волну и тут же убрать руки. Здесь трибуны. Мы встаем, друзья. Волну сидя не делают. Только, только стоят. Итак. Итак, правая половина. Приготовились. Приготовились. Итак. Три, два, один. Волна пошла. Волна пошла. В конце рай и спорить с вами. Мы просто играем. Волна. 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 Неравен на фуле, как пуля, как дождь, а гудевой. Кто по-говорит мне, что я не делал, кто по-говорит, что я дорос. Но я не сам играю, спорю с вами, но я просто играю. Итак, сегодня 3 мая, тур наш закончился, я сейчас выезжаю из гостиницы. Ребята уже ночью, ну как ночью, утром рано улетели на самолете. Я сейчас выезжаю из города Томска и отправляюсь в Москву. Сейчас жду Макса, водителя, кто не помнит, и едем на место проведения, где вчера проводился концерт. Что, все, поехали? Третий водитель уже уехал. Что, привет так и не зря упредать? Ё-моё, кому хоть? Виталику. Виталику Максим тебе тесняется привет передавать, поэтому тебе привет от канала Мергео Лайф. Вот с ним выезжаем сегодня, спускаемся к сцене, все уже уехали, мы только выезжаем. Ну, все улетели, вернее. Сцена опустела, софиты погасли, все загружено в кузов. Сейчас я поезжаю в Москву. Выехали от отсюда, шланголом нам открыли. И погнали, погнали. На следующем повороте поверните на яблево. Деревья, деревья, деревья. Посредине между Омском и Новосибирском вообще все в дыму. Трава горит, лес горит, безобразие полное. Всем доброе утро, я заезжаю на Урал. Военную технику везут. Колонна военной техники. Проехала в Татарстан, повалил снегок, майский снег. Машины все на встречке, со встречки идут в снегу. В Татарстане зима пришла. Слушайте, прям ветель. За окном плюс один градус, но, естественно, никакого гололеда нет. Но, как видите, на стеклах налить образуется. Прямо валит снег. Холодная весна. Вон машины, видите, капоты заснеженные. Ну и погодка. Из лета в зиму. Обычно на Урале холодно, здесь уже все поменялось местами. Здесь должно быть, по идее, в Татарстане теплее, чем на Урале. Но, в горах, лето, здесь зима. Пятое мае на календаре. Вот это вот, пятое мае. Сейчас-то увидит, тут накат уже скоро образовывается. Значит, вернулась домой, опять мост ремонтирует. Ну, сколько можно его ремонтировать? Его ремонтирует и ремонтирует. Это вечный, какого ремонта. Опять Овский мост, весь в знаках. Что-то опять там, походу, раздало. Ну, вот-вот-вот, весь опять такой вот. Ладно, друзья, я дома. Хорошо, завтра стартую в Москву. Там я выгружаюсь и на выходные. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Удачи вам на дорогах.